Девушки отдыхают Сегодня утром произошел вопивающий случай. У нас были разбиты окна нашей общественной приемной. Неоднократно поступали угрозы в наш адрес. Наверное, хотели бить клин между отношениями ЛДПР и нынешнего руководства. То есть есть здесь реакционные силы, которые не имется, как говорится, и не могут простить, что наш лидер Владимир Вольфович Жириновский поддержал ныне действующего президента на предстоящих выборах. И стараются всяческим образом повлиять на наши взаимоотношения между нашими республиками. Всячески мешают работе общественной приемной. Мы уже начали работу, ждем приезда депутата, торжественное открытие, но вынуждены сталкиваться с вопивающими такими событиями. Плод этого, что даже подсылают сюда некоторые горицы, которые здесь стараются устроить провокацию. Я сейчас не буду оглашать, об этом уже известно, наверное. Таким образом стараются запугать ЛДПР. Но ЛДПР уже существует более 25 лет. Российская Федерация – это самая старейшая партия. И мы не позволим никому так с нами поступать. Мы здесь давно, в этой республике и надолго. А скажите, от кого поступают угрозы и какого характера угрозы? Нам сообщили от местных жителей, что здесь несколько раз замечали молодые группировки, которые шли с лозунгами против ЛДПР «Убирайтесь из республики». Но я считаю, что это националисты. И мы сейчас как раз ведем свое собственное расследование. Вы обращались в органы? Да, сегодня утром мы обратились в органы правоохранительные. После чего ими была сделана здесь проверка, составленные протоколы, заявления и так далее. С их стороны нам тоже оказывают поддержку, будем так говорить. Скажите, были ли какие-то свидетели произошедшего? Да, были свидетели. Это жители дома напротив, которые сообщили органам власти, что где-то в час тридцать, час сорок были слышны здесь шум машины и разбившиеся наши стекла. То есть это целенаправленно подъехали, разбили. Я думаю, что хотят запугать нас и убить клей наши отношения с нынешней властью. Стараются препятствовать сближению Приднестровья с Россией. Как бы вы обратились к тем людям, которые хотят препятствовать вашей деятельности? Я бы обратился к ним, что не стоит играть с огнем. Потому что ЛДПР не прощает никому и никогда ничего подобного. Знаете, кто к нам с мечом придет, тот отмечает погибнет. Как говорил Александр Невский, мы не пугаем, мы предупреждаем. Не надо играть с огнем. Редактор субтитров А.Семкин